Так, печка. Печка будет стоять вот здесь. Пошти в центре комнаты. Печка, как я сказал, 2,5-3,5 кирпича. Комнатушка здесь 4 на 5. 20 квадратов. Вот 20 квадратов для этой печи это просто идеально. Если дом нормально, не сильно свишит, то это просто идеальная печка для такого дома. Фундамент залит. Будем выходить в прежние отверстия. Сейчас повешаем отверстия. Так, по растворам. Сразу замешиваю два крытого раствора. Спрашивали, на что я ложу, на что происходит кладка печей. Короче, вот такая вот смесь. Макаровская. Печной дом Макаровых. Кстати, забыл сказать, что с нами Максик. Короче, после замеса сразу на дне. Но и не будете разобрать. Очистая времена мощная. Но и дне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сколько мне нужно Традиции Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 А то, что ее вставить вовнутрь, ну, это не такая уж важная информация. Короче, вот сейчас, видите, два ряда перекрытия над топкой. Следовательно, сейчас этот ряд мы сравниваем и приступаем к кутировке топливника. Потому что уже на этом ряду, на уровне этого ряда будет ставиться, забыл, как называется, плита. Да, вот, однокомфорочная плита. Плита здесь будет иметь функцию духовки, поскольку она будет в закрытой камере. Плюс закрыта будет дверями, дверцей. Здесь уже, а, ну, я рассказывал. Ну, кстати, видно, что вот зазор, который оставлен между кирпичом и дверцей, чтобы обдувалось стекло, чтобы меньше коптилось. Поэтому сейчас сравниваемся и приступаем к культировке топливника. По внешнему виду, ну, как-то вот так. Ух, не знаю, насколько это хорошо и неплохо. Ну, вид такой. Как я уже говорил, миллион раз. И повторю еще раз, заодно и покажу это. Почему я завязываю сразу углы? По одной простой причине. Во-первых, для того, чтобы они устоялись, чтобы их не сбить. Во-вторых, так раз, так быстрее ложится кла. Положили кирпичину, раствор навазали, кирпич положили. Все лишнее. Спичка выдавили. Берем уровень, который не жалко. И просто продавливаем вот по всей плоскости. Все, у вас этот кирпич уже будет находиться в горизонте со всеми. Дальше вот просто подбили его к себе, ну, как бы к лицевой стороне, прижали его к уровню, все. Все, сразу же мажу следующий кирпич. Так, ну, немножко про котировку топливника. Хотя бы расскажу. Ну, для начала все от стенок вышкребается, чтобы не было ни соплей, ни натеков, ничего. Дальше ставится картон. Объясняю, в сотый раз для чего ставится картон. Это обычный картон, бумага. Из упаковок. Полсантиметра толщиной. Для чего он ставится? Для того, чтобы создать зазор между красным и шамотным кирпичом. Шамотный кирпич используется Ша-8. Можно Ша-5, кто что хочет. Можно даже лещатку трехсантиметровую. Это же как на любителя. Первый ряд Шамота вылаживается на глиняный раствор. Глиняно-песчаный. Для того, чтобы, если есть какие-то там перепадики, нюансики, чтобы это все убрать. Потому что в дальнейшем шов будет тонкий, в притирку на Шамотную смесь. Дорабатываю-вырабатываю знаменитый вальсховер. Дорогущий. Поэтому начинается футеровка. Так, вкратце расскажу, что получилось. Топливник зафутировали. Футеровка ведется просто с привязкой швов. На топочное перекрытие сделали вот так. Также нафлёст, и к бокам на картон для расширения. Спереди, по передней стенке, базальт. И установили по передней стороне еще на такую большую дверь. Здесь будет плита и одновременно будет работать как духовка. Крепится также вниз на гвозди. Поэтому сейчас Максимка повырезает то, что мне надо для последнего ряда. Потому что последний ряд, то сейчас порезать лещатку, чтобы потом проложить это базальтом и ровнее каллиго. Поэтому пока продолжаем. На, кстати, сразу видите, Максим выпилил заготовки. Это уже под перевязку. Уже вот здесь. Вот так вот. Вот так. Будет перевязка массива печи. Это стало лампочкой мигать. Здесь будет перевязка печи. Перекроется в клин. До этого момента будет плита лежать. А здесь уже подъемный канал наверх. Уже в колпак. Как-то так. Небольшой, краткий, экскурс по печи. Потому что получается... Так, дверь. Я уже говорил, что установили. Здесь перекрытие над плитой. Клин. Почему в центре клин? Потому что там самый большой огонь выходит и поднимается в подъемный канал. Который... Вот он. Клипчик. Вот так, наверное, вот сюда. Вот так, вот видите. Подъемный канал, который разбит пополам. Сразу же разбиваю шамотным кирпичом. Шамотный кирпич вот здесь. Он так вот. Ну, короче, скошен. Многие этого не делают. Я делаю. Делаю по одной простой причине. Потому что сюда выходит большое количество огня. Этот огонь нужно собрать. Всю эту температуру нужно собрать. Сейчас будет перекрытие над дверцей нашей духовки. Плюс там будет стрелиться дверца. Ну, короче, покажу еще. И так, братья, друзья, коллеги, подписчики. Короче, здесь перекрыли. Как перекрыл. Там не видно, короче, ничего. Просто поставил он из кирпичей столбики под нужный размер. И двумя рядами перекрыл. Там перекрывать в клин нет смысла. Во-первых, он не виден. Ну, а во-вторых, для чего? Для чего просто тратить свое время, нервы. Перекрыто над плитой. Над плитой в два ряда. Получается, как бы в три. Один ряд фальш и два ряда перекрытия. Чтобы создать там такой, как карман для пара. Здесь пока ведется просто кладка с перевязкой в стены. Чтобы был один общий массив. На втором ряду перекрытия ставится прочесная дверца. Ставим мы ее со стороны. С той стороны, короче, чтобы не было видно ее при входе. Макс! Опять же. А, ну вот, кстати. На гвоздики. На тебе, молоточечек. Все ставится. На гвоздики аккуратненько, под натяжечку. Так, что интересно. Ну, здесь каналы будут продолжаться. Рассечка, чтобы собирать температуру. Над духовкой перекрытия. Ну, над плитой, над духовкой перекрыто в клин. Поэтому пока кладка продолжается. Ну, прикольно, как это получается, кстати. Мне нравится. Итак, что по печке. Подошли к перекрытию. Под перекрытию колпака. Здесь вот так вот. Выстраивалось, выстраивалось. Здесь запасик. В один кирпич. Сейчас это все полностью перекроется. Вот так перекроется. По кругу. То бишь, уже идет полное перекрытие. Идет полное перекрытие колпака. Как перекрывать колпак, я уже показывать не буду. Просто заброшу ссылку. Чтобы было понятно. Поэтому сейчас перекрываем полностью всю печку. Оставляем только выход под дымоход. Так, здрасте. Еще раз. Печь закончена. Получилась печечка вот такая вот. На все про все ушло 3 дня. Печка с плитой. Также дверь. Буду выполнять функцию духовки. Там есть прочесная. Выборю прочесная вытяжка. Здрасте. Короче, по идее, по идее, если закрыть эту дверь, на поддон положить кору, щепки, открыть вытяжку. Вот вам и здрасте коптильня горячего копчения. Печку не топили. Сейчас будем пробовать. И заказчику на будущее рассказываю. Печь топим при постоянно открытой юшке. Не наполовину, не на четверть. И ушка открыта полностью. Одесса заразна. И ушка открыта полностью. Если долго не пользовались печкой, вот есть дверца начисная очистки колпаков. Так как печка сырая у нас, сюда вот чуть-чуть, там буквально 5-10 секунд подули горячим воздухом, горячим газом, чтобы пробку эту выдуть. И можно это все закрывать. Сейчас будем растапливать. печь полпаково-канальная, все как я люблю, все как мне нравится. коробь снежинки. Начинаем и ждем, пока оно продаст себе место для пламени. Как печка ложилась в начале ролика будет, слажилась, клалась, возводилась. Вроде звук появился. Это уже хорошо. Топить данную печь не обязательно вот в таком режиме, чтобы полностью было раскрыто поддувало. Для нее вполне достаточно вот этих вот жалюзей. То, что они раскрыты. Их можно в принципе даже будет перекрывать почти полностью. Потому что она должна больше в режиме тления работать. Чтобы более равномереннее прогреваться. Дров мало жрет, температура дает нормально. Короче, печка загорелась. Раскрывать топку не нужно резким таким вот раскрытием. Потому что мало того, что может быть хлопок сюда газа. Ну ладно, если газа. А если хлопанет огнем. Я, кстати, вставлю ролик, как я разеватый раскрыл поддувало в котле. Перолизные газы собрались, кислорода мало. Ну, короче, это увидите, я покажу. Поэтому вот закрыли. Чуть-чуть приоткрыли, дали выровняться давлению, чтобы затянуть туда ложбук. Давление выравнивается, подхонечку раскрыли, все дальше. Подлаживаете, шевелите, ну, то бишь, все, что угодно, то и делаете. Печка заработала. Печка работает, не дымит, все отлично. Идет? Кто-то потолще звонится, да? Дозвонился кто-то? Ну, ладно. Сброси просто дальше. Вот такая вот получилась опечуха. Ну, и свой орнаментик. Климо мастера, назовем его так. Виталя, скажешь пару слов? Как тебе за печу хорошей? Ну, без камеры, так. За кадром хорошая. Печка хорошая. То, что планировал, то и получил. Должен, в дальнейшем эксплуатация покажет. Будет греть, она не будет. Печку протапливаешь вот такими вот закладками, вот как сейчас заложили. Ну, хотя бы недельку. сейчас, в принципе, тепло на улице. Ну, недельку хотя бы протапливаешь и вот такими малыми закладками. Печка прогорела. Вот это вот то, что там вечер прогорит. Не надо закрывать юшки. Вот все просто раскрыто в состоянии, чтобы весь пар все туда вылетало в дымоход. Дурак. Эту вытяжку не открывать? Вытяжку ты открываешь в случае, если ты что-то здесь тушишь, варишь, паришь, чтобы пар у тебя не хлистал вот сюда. Чуть-чуть приоткрыл, все, оно будет туда весь пар загоняться. Как я уже сказал, ты уже прослушивался. Здесь можно даже в принципе сюда вот штырьки позабивать повыше. Ставишь в облу, селедку вешаешь. Сюда на поддон опилки либо щеку. да, ты реально можешь здесь коптить. Так как копти для горячего копчения. Только эту дверочку приоткрываешь, сколько тебе надо. О, огонь. Классно. Приоткрываешь, чтобы вытягиваешь немножко. И все. И коптишь селедку. дотягиваешь так вот туда? Да. Что, ты в куринку сложил? Да вот он. Да, как зажигал. Да, я дам попробую тягу, чтобы побольше было. Вот и он. О. Видали? Бомбейская репетчика. Там есть температура будет здесь создаваться. В любом случае, Виталия, в будущем не нужно ее реально жарить. Вот так вот, чтобы хвастаться, какая у меня классная тяга, вот так точно не надо. Вот, закрыл. Чуть-чуть приоткрыл жалюзи. Вот чуть-чуть, чтобы только был подсос воздуха небольшой. Все. Она потихоньку тлеет. Равномерно прогревается и все. И дров идет меньше. Гораздо. А эффект, ну. Поэтому, всем, кому интересно, заходим на канал, подписываемся. Обязательно делимся. Вот в любом случае делимся роликом в социальных сетях. Вам кажется ничего, а мне спасибо большое. Класс, комментарии, подписка. Все с вас. С вами был Артем Печки-лавочки. Всем мира и добра. Пока.